Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Никита и сегодня у нас на обзоре самая, пожалуй, интересная модель линейки велосипедов Дуна. Это Дуна Лики Трайк Limited Edition Midnight. Недаром он называется Midnight, он полностью выполнен в черном цвете. И особенностью конкретно данной модели является то, что у него спинка и сидение выполнены из ако-кожи. И ручки, кстати, тоже, в отличие, например, от S5 модели. Ручки еще плюс такие мягенькие и достаточно приятные. Как и у всех велосипедов Дуна, у этой модели также осталась та прекрасная способность трансформироваться для разных возрастов. Сейчас он у нас с вами, как видите, настроен прямо для самого маленького. Здесь у нас комплектно стрэпы есть на педалях. Педали поставлены в положение, не в колесе, то есть ребенок крутить их не сможет. Они вот зафиксированы. Соответственно, также бампер, который создает дополнительную безопасность. Внутренние пятиточечные ремни. Здесь пять точек фиксации будет. Родительская ручка, соответственно, для управления всей этой историей. То есть, видите, и для самого маленького, то есть вы управляете велосипедом, руль заблокирован. Вы полностью контролируете ситуацию. Ручку, кстати, тоже можно изменить по высоте. Ручка прекрасно поднимается. Когда ребенок подрастает и понимает уже немного, как можно крутить педали, ну или вы хотите уже, чтобы он это начал делать, можно переставить педали в колесо. Это простое действие дает ребенку ощущение того, что он уже крутит колесо. Хотя по-прежнему процессом управляете вы. То есть просто вот вы, соответственно, будете ехать, поворачивать колесо, педали будут крутиться. Ребенок никак на процесс не влияет, соответственно, педали перещелкнуты у нас в положении, они свободно крутятся. И ребенок не будет вам мешать, если попробует сам покрутить педали. Чтобы, соответственно, ребенок уже сам крутил педали, здесь, сейчас давайте я вам велосипед поверну, покажу. Вот здесь на колесе есть специальная кнопочка. Перещелкиваете, и все, и ребенок уже будет крутить педали сам. То есть вот. За счет педали. Также, когда ребенок подрастает, что вы можете сделать? Вы можете убрать бампер. Бампер достаточно легко снимается. И малышу уже ничего не мешает самостоятельно залезать на велосипед. Также в дальнейшем вы сможете снять и ремни. Они недостаточно просто снимаются. Как снять ремни, мы с вами рассмотрели уже в предыдущих обзорах на велосипеды Дуна. Там это можно посмотреть. Также вы можете снять капор, если он вам не нужен. И, соответственно, так же снимается спинка. Спинку, кстати, вы можете еще отрегулировать по углу наклона. Если, например, ребенок решил немного отдохнуть, вы переключили педали, вы управляете процессом, собственно, спинку откинули, ребенок отдыхает. Все тоже достаточно удобно сделано. Комплектно у этого велосипеда идет подстакальник, сумка. И сумка это достаточно удобно тем, что здесь она выполнена на молнии. То есть она так достаточно хорошо широко открывается. Вам не придется шариться, там что-то пытаться найти внутри. Очень удобный доступ. И также все это легко снимается и ставится. Сумку вы можете при желании очень быстро снять. Ну, собственно, как и сам подстаканник, тоже достаточно просто снимается. Также в комплектации с данным велосипедом идет очень удобная сумка для перевозки велосипеда. Очень удобно можно взять в путешествие. У сумки есть лямки, есть ручка. И очень удобно можно сюда пристроить ручку родительскую. Которая, кстати, тоже достаточно быстро при необходимости снимается. Здесь есть, для ручки есть специальный отсек. Засовываете сюда ручку. Защелкиваете. И все. И ручка вам не мешает. Она фактически по габаритам будет такая же, как и сумка. Все достаточно удобно. Также комплектный идет бортик. Он предназначен для детей постарше. Когда ребенок подрастет, уже будет самостоятельно ездить на данном велосипеде, вы можете снять вот эту спинку и поставить вот этот маленький коротенький бортик. Это для максимального комфорта. Там езды для детей постарше уже сделаны. Что ж, ну в целом по данному велосипеду, наверное, по данной модели все. Давайте тогда его с вами опустим на пол. Посмотрим, как он в управлении. И попробуем. Итак, вот он у нас с вами на земле. Давайте попробуем, как он в управлении. Ну, собственно, как и все велосипеды Дуна прекрасно управляется. Если поднимаете на задние колеса, можно вообще развернуться на месте. Ну, даже с передним колесом это все достаточно легко сделать. Велосипед легко очень управляется. Ручка по высоте порядка 100 сантиметров роста. То есть при моих 175, вы видите, вот он мне где-то по пояс получается ручкой. Соответственно, давайте посмотрим, как он складывается. Для начала нужно убрать родительскую ручку. Далее складываете капор, поднимаете защитный бампер, складываете руль. На велосипеде вот здесь есть две кнопки, слева и справа. Нажимаете их одновременно. Берете за ручку, она находится сзади. Вот здесь она в основании. И просто тянете наверх. Все. И последний штрих. Нужно сложить спинку. Здесь вот есть специальная кнопочка такая, помеченная желтым. Все. Велосипед достаточно комфортно сложился. При учете того, что у вас комплектная идет еще очень удобная сумка для перевозки, его очень удобно будет брать с собой в путешествие. Место он занимает мало, весит порядка 6 килограмм. Там 6 с хвостиком совсем, 6 с небольшим. Резюмируя, хочу сказать, что модель очень интересная в плане исполнения. И достаточно такая надежная. Ну, а вам я хочу пожелать хорошего выбора. С вами был Никита. Магазин Мир Автокресел. Ссылку на данный велосипед вы найдете в описании. Пока-пока.